Я очень люблю такую зимнюю выпечку. Что значит зимняя выпечка? Когда она яркая по ароматам. Сегодня будем с тобой делать такой кекс. Смотри, я вот уже заварила кофе. Мне нужно всего 250 миллилитров кофе. Кофе должен быть крепкий и очень вкусный. Такой, который бы ты с удовольствием сама бы выпила. Вот во французском прессе, посмотри, какая пенка. Еще я взвесила уже. Здесь 150 миллилитров солода. Вот мы говорим о таких ярких вкусах. Вот мы начинаем с солода. Яркий вкус и яркий цвет. Знаешь, в солод же добавляется там бородинский хлеб. Для этого прекрасного тоже аромата и цвета. И вот здесь он нам даст еще не только аромат и цвет, но еще и сладость. Сначала смешиваем жидкие ингредиенты. То есть такой классический кекс. Отдельно жидкие, отдельно сухие. Потом все соединяем. Теперь отмерить. 250 миллилитров оливкового масла борхес классик. Идеальное для выпечки. У него нет яркого, такого навязчивого аромата масла. Но зато очень нежный вкус и прекрасная структура. И поэтому для тех, кто стремится избегать растительных жиров, вот это прекрасная замена. И в выпечке, и во всех остальных случаях. Пусть тебя не пугает такая цифра 250 миллилитров. Кекс получается огромным. На большую веселую компанию. Есть. Добавляю к солоду. Сюда же кофе. Это примерно так и есть. Заварено 250 миллилитров. Точно. Кофе. Так. И три яйца. Три яйца. Начинаем взбивать. На невысокой скорости. Пока у меня взбиваются жидкие ингредиенты, соединяем сухие. Значит, нам понадобится в первую очередь мука. И я всегда для выпечки использую только муку макфа, потому что это высочайшего качества мука. Вообще с такой мукой творить одно удовольствие. Как только уверен в результате, то и фантазия работает, и вдохновение есть. 420 граммов такой муки мне нужно. Есть. В отдельную миску. И 180 граммов сахара. Мука, сахар. Сюда же чайная ложка разрыхлителя. Чайная ложка соды. Теперь поехали. Корица. Пол чайной ложки. Имбирь молотый. Пол чайной ложки. А еще и столочь. Кардамон. Так, чтобы получилось четверть чайной ложки. И гвоздика. Тоже четверть чайной ложки. Гвоздика вообще очень сильная, яркая, поэтому 4-5 зернышек. Зернышек. Растерла. Добавила все тоже сюда. И теперь еще мне нужно сюда добавить соли. Пол чайной ложки. Хорошую щепотку. И перца свежемолотого. Чуть-чуть. И теперь все это перемешали. В жидкие ингредиенты потихоньку начинаем добавлять сухие. Как только все соединилось, останавливаемся, не превращаем это все в глину. То есть буквально, как говорю, если мы делали маффины, чтобы тесто было таким сговорчивым, но воздушным. Теперь берем вот такую форму с выемкой. Это очень удобно. Смазываем ее непременно. Я всегда, когда такая выпечка, которая мне самой очень нравится, и с утра такие ароматы по кухне летают, витают, мне хочется быть уверенной на 100%, что у меня все получится. Поэтому ингредиенты самые лучшие. И все, что касается техники, тоже не должно нас с тобой подвести. А форма это в каком-то смысле техника. Аккуратно. Посмотри, какой цвет. Это же вот такой настоящий кофейный, да? Прямо, я не знаю, мне кажется, летом, конечно, кусок такого кекса может быть тяжеловат, особенно если жарко. Хотя у нас такое лето, что жарко бывает крайне редко, особенно в последнее время. Но все-таки все равно такая выпечка, мне кажется, она больше по сезону подходит для осени и для зимы. Ну, для ранней весны. Раскладываем в форму. По возможности равномерно распределяем тесто. Температура в духовке 190 градусов. Это выше, чем наша стая привычная температура для выпечки 180. Но честно тебе скажу, я в последнее время полюбила эту температуру 190 градусов. Как-то выпечка на ней получается ярче. И режим, если есть возможность в духовке установить, то лучше всего для таких кексов это режим горячий воздух. Все. Кекс в духовке. Сейчас будем делать хлеб. У нас с тобой сегодня все утро о выпечке. Хлеб у нас будет не дрожжевой. Вообще сейчас современные люди, они такие несчастные, то они хотят что-то без дрожжей, то без глютена, то без сахара, то без соли. Но с одной стороны это, конечно, действительно такие ограничения, но с другой стороны, мне кажется, во-первых, это будет фантазию. И потом, правильно, разнообразие в еде, оно всегда помогает нам оставаться более здоровыми. Вот здесь у меня 500 граммов муки. Будем готовить хлеб на соде. Вообще хлеб на соде, история такая из ирландской кухни. Но мы ее превратим почти в средиземноморскую, потому что добавим много сыра прям внутрь, в тесто. Хлеб на соде, значит, к муке мы добавляем 2 чайные ложки соды, перемешиваем. Соду я не гашу, потому что добавляю сюда пол чайной ложки соли и кефир. 300 миллилитров приблизительно кефира, почему приблизительно, все зависит все-таки от того, насколько влажный у тебя в доме, насколько жирный кефир. Я беру нормальные жирности 3,2, я вообще не верю в обезжиренные продукты, поэтому начинаю смешивать. Если будет слишком густое тесто, вот тогда мы добавим либо еще немножко кефира, либо можно молочка немножечко добавить. Так, пока у меня там все соединяется, сыр натираю на крупной терке. Первое, это пармезан, ну какой-нибудь любой твердый сыр, нам нужно взять два типа сыра. Один тип пармезан, другой тип чеддер. То есть это может быть какой-то сыр вот такой максимально яркий, пикантный, как пармезан, а второй, как чеддер. То есть это может быть такой более мягкий, сливочный вкус у сыра. 100 граммов пармезана и 50 граммов чеддера. В данном случае у меня на самом деле не чеддер, а грюер тоже подойдет. Ну вот смотри, я вот уже вижу, что мне нужно немножечко добавить молока. Думаю, где-то миллилитров 50. Тот сыр, который я уже натерла, добавляю. Теперь натираю другой сыр, грюер. Люблю острые терки, потому что вообще, мне кажется, терка это такая вещь, она... Я когда готовишь часто, теркой пользуешься тоже часто. И когда терка остается долго острая, это прям для меня такая хорошая находка. Бонус, я бы сказала. Так, пармезан и грюер мы добавили. Небольшое количество муки на противень. Так, оп, сойка, красота. Не тесто, а чудо. Естественно, раз нет дрожжей, то есть этот рецепт вообще, рецепт такого теста без дрожжевого, он подходит для тех, кому хочется в своей диете, ну, хотя бы на сегодняшний день, избежать присутствия дрожжей. Но не хочется отказываться от хлеба. Причем, когда мы ищем какой-то хлеб покупной бездрожжевой, там тоже добавлено всяких разных много субстанций, чтобы хлеб был воздушным. А здесь самая элементарная сода. Поэтому, вот, придаем хлебу ту форму, которую нам хочется. Мне нравится такая круглая буханочка. На этой круглой буханочке делаем вот такой надрез. Теперь кисточкой смазываю поверхность молоком и присыпаю тыквенными семечками. Можно, конечно, и семечками подсолнечника, можно орешками какими-нибудь. Класс. Да? Все. Температура в духовке 180 градусов. Вот здесь 180 градусов должна быть температура. И отправляем на 35-40 минут. Он очень быстро печется. Так, проверили температуру. Все хорошо. А мы с тобой приступаем к приготовлению супа. Будем с тобой готовить фасолевый суп. Но не просто фасолевый суп, а фасолевый суп-пюре. Мне кажется, мы с тобой такой никогда не готовили. Но и вообще фасоль – это такой прекрасный продукт. Он действительно… Вот я сегодня для этого супа использую белую фасоль «Националь». Во-первых, фасоль – это абсолютно растительный аналог мяса. Но об этом, наверное, знают все, потому что она богата белком, который, к тому же, очень легко усваивается. Но кроме белка, она также богата кальцием и магнием. И ты знаешь, что кальций и магния – это те два вещества, которые, когда они вместе находятся в одном продукте, они как раз и помогают нашим костям и зубам быть крепкими и здоровыми. Но кроме этого, еще очень много микроэлементов, витаминов, минералов. Поэтому фасоль действительно должна присутствовать ну хотя бы пару раз в неделю в рационе. Особенно зимой, когда мы так нуждаемся в витаминах. Значит, мы с тобой делаем такое, то, что итальянцы называют софритто, то есть зажарку для этого супа. Это, вот, между прочим, итальянцы довольно часто в своих исследованиях, да, то есть когда пытаются определить, почему средиземноморская диета такая полезная, они несколько раз приходили к выводу, что именно потому что практически в каждом блюде, в супе, в котором есть овощи, делается софритто. Вот то, что мы сейчас с тобой делаем. То есть это, берется лук, вот как мы с тобой сейчас его порубили, разогревается оливковое масло, две столовые ложки. Добавляю в кастрюльку уже порезанный лук. Кастрюльку лучше взять с толстым дном, чтобы вообще, вот у меня бабушка так всегда делала, у нее был такой чугунок, и она не делала отдельно зажарку для борща на сковороде, а начинала с того, что в кастрюле готовилась, в чугунке готовилась зажарка, а потом уже добавлялись остальные все ингредиенты. И когда тяжелое дно у кастрюльки, то она, конечно, медленнее нагревается, но при этом лук не горит никогда, и очень долго держится температура. Так. Морковь предпочитаю натереть, потому что это будет суп-пюре, мы будем все измельчать, поэтому натираю морковку на крупной терке, естественно. И так натерли морковку и добавили ее сюда. Иногда в софрито, в зажарку такую, чеснок добавляется, в данном случае из-за того, что это у нас будет суп-пюре, и вообще хочется его сделать таким более деликатным, я чеснок добавлять не буду. Тем более, что фасоль я отварила заранее. Вообще ее лучше всего замочить на ночь и потом варить так, чтобы был как бульон. Знаешь, я всегда добавляю, неоднократно тебе говорила, но повторение иногда бывает мать учения, добавляю обязательно помидор, кусочек морковки, кусочек сельдерея, луковица и зубчик чеснока. Можно травки, петрушку какую-нибудь, тимьян. Зависит от того, что потом будет с фасолькой происходить, можно и розмарин добавить, если нужно поярче какой-то аромат. И все, и вот в этом прекрасном бульоне варится фасоль. Ее потом хоть, как, знаешь, гарнир используй, в салаты добавляй, или в данном случае прям основа для супа. Есть. Добавляю и сельдерей, палочку, сюда в наш чудо-горшочек. Ну вот, и теперь на медленном огне довожу до готовности зажарку, при этом мне нужно добавить сюда немножко молотой зиры. именно в тот момент, когда мы готовим зажарку. На кончике ножа чуть меньше, чем четверть чайной ложки. О, видишь, как аромат изменился? Да. Чуть-чуть соли. Потому что фасоль мы с тобой не солили, пока варили. Это залог того, чтобы она была нежной. Ну и буквально минут пять-семь тушим, чтобы все стало мягким. Пока у нас готовится зажарка, приготовим соус к нашему кексу. Карамельный соус с виски. Значит, можно вообще использовать ром, можно использовать коньяк. Ну, какой тебе больше нравится? Ну, просто это такое для взрослых. Детям можно дать просто кекс, а для взрослых уже сделаем вот такую вот интересную историю. Нам понадобится 200 граммов сахара. Сахар тростниковый, простой, да, демереро, и сахар московада, то есть такой сахар-цирец. Это у сахара московада немножко ярче аромат. 200 граммов сахара. Вот в ковшик. И сюда же 60 миллилитров воды. 60 миллилитров воды – это где-то четверть стакана. И ставлю на огонь. Разогреваю до состояния карамели. Смотри, здесь у нас уже с тобой почти все готово. Еще буквально 2-3 минутки, и можно будет добавлять фасоль. Вот, посмотри, как быстро. Видишь, сахар растворяется. Ни в коем случае не внедряйся туда металлической ложкой. Вот на этом этапе еще можно или силиконовой лопаточкой, или деревянной, или пластиковой ложкой. Но потом вот лучше вот такими движениями помешивающими просто шевели в ковшике сахар с жидкостью, так называемую, нашу будущую карамель, чтобы она не свернулась. Ну вот, смотри. Как только цвет начинает становиться еще более интенсивным, видишь, пошел характерный запах для карамели. Немножко спускаем температуру, снижаем. Берем сливки. И вот здесь уже вооружаемся лопаткой. Тоненькой струйкой убедились, что нет у нас комочков сахара. Тоненькой струйкой добавляем сливки. Вмешиваем. И добавляем сюда одновременно 50 граммов сливочного масла. Начинаем уваривать соус до загустения. Вот смотри, как у нас. Вот это вот правильная реакция. Это соус загустевает, он так и должен бурлеть. Так и должен себя вести вулканическим образом. Как только ты вот чувствуешь, что лопатка начинает получать такое небольшое сопротивление, это значит, что он уже хорошо загустел. И добавляем сюда 50 миллилитров алкоголя. Это виски у меня в данном случае можно использовать. Ром, коньяк, кальвадос какой-нибудь яркий, чтобы был вкус. Естественно, при такой температуре сильной алкоголь практически весь выпаривается, остается только аромат. Ну вот, видишь, какой у нас чудесный густой соус получился. Перекладываем его вот в такой. Вообще этот соус можно сделать хоть за день, хоть за два и держать его в холодильнике. Он сейчас, видишь, какой он? О, красота! Он остывает, становится вот таким густым, но при этом он не превращается в застывшую карамель, он остается вот таким вот густым чудесным соусом. Как он пахнет волшебно! Давай-ка мы пока тем временем закончим приготовление нашего супа. А это значит вот сюда, в этот наш чудесный горшочек, мы добавляем в первую очередь вот отсюда, видишь, здесь у меня наша с тобой фасоль, которая варилась. Такой шумовкой выкладываю фасоль. Столько, сколько мне нужно, потому что можно отварить больше фасоли и потом часть использовать для гарнира или для салата. Есть! Добавили фасоль. Теперь добавляю небольшое количество бульона. Небольшое, потому что лучше потом добавить еще, когда будем взбивать, чтобы не получилось слишком жидко. Знаешь, всегда проще регулировать консистенцию супа-пюре, как раз добавляя бульон, а не налить сначала слишком много, а потом уже, если тем более нет отваренной фасоли. Кстати, есть способ, как спасти суп-пюре, если он у тебя получился слишком жидкий. Нужно отварить картофель и взбить еще картошечку туда, добавить в этот суп-пюре. Причем любой, тыквенный, из корня сельдерея или фасолевый такой же. Ну и теперь, как только у нас все прогрелось, ну, собственно говоря, у меня суп, вернее, с фасолью она и была, достаточно горячий. Начинаем взбивать аккуратно. Ну вот теперь видно, что можно добавить еще немножко бульона. Еще чуть-чуть бульона. Теперь уже через сито бульон, когда мы уже все взбили. Так, и еще немножечко подбить. Собственно говоря, суп у нас с тобой готов. Теперь, что я предлагаю? Я предлагаю к супу, к этому очень-очень быстро, порубить петрушку с чесноком. Где-то прям четверть зубчика чеснока, такой небольшой кусочек, без злости. Раздавить и порубить вместе с петрушкой. Прямо, знаешь, мне хочется сделать такое чесночно-петрушечное, прям такую почти пасту, почти, очень-очень мелко. Красиво, правда? Да. Вот теперь сюда прямо несколько капель оливкового масла и чуть-чуть лимонного сока. И опять так вот. Понимаешь, какая красота получается у нас? Так, соль. Перец. И немножко острого перчика. Капельку. Естественно, это не она, одну порцию. Это как раз так, чтобы по четверть чайной ложечки добавить как приправу и как украшение в наш суп. И вот теперь суп. Вот теперь суп. Совсем чуть-чуть, видишь, на кончике ножа. Но это еще не все, потому что к супу у нас готов хлеб. Ту-дун. Ту-дун-дун-дун-дун. Вау, красота. Представляешь? Да. Так. Ну, конечно, хлеб должен немного остыть. Единственное, что мы уже можем встать проверить, что он готов. Слышишь? Вот. И кекс у нас готов. Посмотри, какая красота. О, посмотри. Ты видишь? Ну, конечно, можно проверить его. О, абсолютно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова